Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 33 года, я хочу встречаться с девушкой с работы, 27 лет, встречаемся уже год. Последние полгода я понял, что эта девушка не моя, она с помощью различных манипуляций пытается меня удержать. У нее был тяжелый период в подростковом возрасте, она с родителями ругалась, и с ее слов они ее не любили, любили младшую сестру. И по сей день она долгом с родителями не общается, сняла квартиру и живет отдельно. Когда я пытался завести разговор про отношения, я говорила, что мы зашли в тупик, она начала говорить, что у меня мама не любит у меня сильные головные боли. Сегодня я окончательно понял, что устал от этих отношений, я спокойно с ней поговорил, на что получил ряд фраз. Почему у меня за всеми мужчинами так, я тебе открылась, поделилась своими проблемами, что меня мама не любит, а ты, мне нужно будет уволиться, или я так не смогу. У нее сильно болит голова после разговора и многое другое. Я в отношениях с ней начал терять себя, все время ей надо говорить, что я ее люблю, хочу с ней быть. И еще, ряд манипуляций, она любит себя накручивать, она не оптимистка. Мне очень тяжело, мой минус заключается в том, что я боюсь ее обидеть, и вообще женщине обидеть. Я всегда стараюсь дипломатичным быть, но в этот раз я очень мягко говорил, она продолжает мне писать звонить. Спрашивает, почему я испортил ей день, жизнь, я не знаю, как себя вести с ней, как на работе, вести себя с ней, так как она моя подчиненная. Спрашивает Сергей. Ну что же, если рассматривать вот вашу ситуацию панорамно, скажем так, да, панорамно, то, на мой взгляд, ключевой момент заключается в том, что вы боитесь кого-то обидеть. И, как мне кажется, это в какой-то мере страх такой у вас, одиночество, вот, то есть, ну, вы боитесь, что вот сейчас человека, вы как-то обидите, да, отвергнете его, и, соответственно, ну, что случится, да, он от вас отвернется, он там с вами не будет, например, вот, и вы будете один. Я думаю, что вот этот страх одиночества, это, конечно, про несколько смятые личные границы ваши. Вероятно, вот, ну, как мой коллега сказал, да, один из коллег, что это отношение с мамой может быть, но, в целом, на мой взгляд, это следствие смятых границ. Вот. И, в общем и целом, подавленная злость здесь. То есть, страх обидеть, это, на самом деле, про такое вот подспудное желание обидеть, которое вы себе запрещаете. Но и желание обидеть не является основой, а основой является то, что лежит, как бы, вот, в корне того, что вы кого-то хотите обидеть. Я думаю, что это история про желание, про потребность немножечко человека держать на расстоянии, скажем так. То есть, вам хочется, чтобы человек был, ну, вот, можно так, если выразиться несколько подальше от вас. И, на мой скромный взгляд, если вы этого хотите, вот, да, то есть, если вы хотите, чтобы человек был от вас несколько подальше, то это абсолютно неестественное и, как мне кажется, нормальное желание. Просто нужно об этом человеку адекватно дать понять. Вот, вы же, скорее всего, просто терпите. Вот, то, что вы называете дипломатией, на мой взгляд, является моделью поведения терпения. Да, то есть, вы просто терпите. То, что вам, ну, к примеру, не по душе, то, что вам не нравится, вот, вы там, не знаю, чего-то боитесь и так далее. Вот, в итоге, конечно, все это приводит к не очень хорошим, мягко говоря, проявлениям. Да, вот как, ну, вот, в частности, к тем проявлениям, которые вы описываете. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, интересно является то, что вы, как бы, берете на себя ответственность за то, что у девочки, например, испорчен день. То есть, вы говорите, ну, вот, она мне так сказала, да, что у нее испорчен день и так далее, и так далее. Вот. И я почему-то, значит, на это реагирую. Вот. То есть, ну, тут вот интересно, интересная довольно ситуация, довольно интересно то, как вы в целом к этому приходите, да, то есть, как вы приходите к тому, вот, что вы берете ответственность за девочку, за ее сложности, головные боли и так далее. Вот. И лично я думаю, что в той или иной форме ее ситуация, ну, как-то, как-то, перекликается, если можно так выразиться, перекликается. С вашей, то есть, отношение с родителями, страх остаться одному, например, и так далее. То есть, девушка пробуждает в вас какие-то собственные переживания, которые и сдерживают вас. На что, на что вам нужно обратить внимание? В первую очередь, вам нужно обратить внимание на то, ну, вот, для самого себя. Сформулировать. Что конкретно вам не по душе. Что конкретно вы хотите. Что конкретно дает вам ощущение того, что вы, как вы говорите, с девочкой зашли в тупик. Вот. Понимаете, да? Вот конкретно, что дает такое ощущение. Что такое, иными словами. Что такое тупик. Что это такое. Для вас. Ну, вы сказали немножечко о том, да, что, вот, ей надо все время говорить, что, там, люблю ее, да, что хочу быть с ней и так далее. Вот. Это несколько не конкретизировано. Все равно. Это не конкретизировано. Больше центрации. Внимание на себе, да, вот, не на мы зашли в тупик, вот, а на я что-то чувствую, ну, я что-то чувствую, вот. Я чего-то хочу или я чего-то не хочу. Вам нужно увидеть, что девушке, по большому счету, все равно, на то, чего вы хотите. Девушке, по большому счету, судя по всему, все равно, что вас, ну, волнует, беспокоит и так далее. Вот. Вам нужно постараться увидеть это, но это сделать, это сделать невозможно будет, если вы будете говорить мы, если вы не будете говорить о себе, если вы не будете говорить о своих ощущениях, вот. Поэтому, вот, в первую очередь, вам нужно сконцентрироваться именно на том, что чувствуете вы сами, что я чувствую, да, вот. Вам нужно сконцентрироваться на этом, в первую очередь, и посмотреть, как, каким образом вы можете это выразить, как вы можете это выразить, ну, сами, девочки в том числе, например, например, девочки, да, вот. Хотя, лично я, лично я думаю, лично я думаю, что проблема здесь, ну, далеко не только, вот, как бы, в девочке, вот. Я думаю, что эта проблема, она касается не только данного человека, я думаю, что он... Проблема касается людей в целом, в целом, то есть, вам, ну, в целом сложно, может быть, ну, выражать, да, и проявлять то, что вы, ну, хотите, и то, что вы чувствуете людям. Обратите, пожалуйста, внимание на ещё один момент. Если мы говорим, например, о чувстве вины, да, вот, что у вас, допустим, чувство вины есть, вот, то, значит, как я уже сказал, чувство вины – это подавленная злость, и вам нужно её в себе увидеть и выразить. Но также я бы рекомендовал обратить внимание на то, какого расставания вы хотели бы, понимаете? То есть, то есть, ну, вот, как бы вы, как бы вы хотели расстаться, да, и для чего лично вам нужно спокойное расставание? Ну, очевидно же, что вы его хотите, да, очевидно, что оно вам как-то нужно, очевидно, что вы хотите, чтобы девочка как-то одобрила вас, поддержала вашу идею, значит, ну, вашу идею расстаться, вот. Это проблема, потому что вы здесь, как бы, ну, вот, не уверены в этом смысле в себе, да? Вот, поэтому нужно увидеть, что, чем перебивается, вот, то есть, ну, в какой момент, вот, то, что вам хочется, да, то, что вам видится, как, ну, что-то важное, да, вот. Вот, перебивается, например, ну, тем, что говорит девушка, вот. Может быть, это страхи какие-то, да, вот, может быть, это еще что-то, тут, ну, тут нужно, нужно смотреть. А проблема заключается в том, что вы пытаетесь вести себя правильно с девочкой. Правильного поведения нет, но есть то, как вы хотите, вот, то, как вам хочется, и то, как вам не хочется, вот. И чтобы вести себя, например, так, как вам хочется, на мой взгляд, нужно, вот, заметить в себе определенное непринятие, вот. Вот, да, ну, непринятие того, что делает девочка, например, да, непринятие того, как она себя ведет, ну, и прочее, прочее, и прочее, прочее, вот. Вот, сейчас этого по понятным причинам не происходит, потому что вы довольно, получается, зажаты достаточно сильно, зажаты вы, к сожалению, вот. И, собственно, вот, снятие этой зажатости, и, может, ну, может вам помочь расстаться так, как вы хотите, хотите. Еще очень важный момент, что вы начали с ней встречаться, как вы говорите, да, вот. Вы начали с ней встречаться, и, в принципе, это абсолютно нормально, но давайте постараемся увидеть, чем она изначально вам понравилась. Ну, что в ней вам изначально понравилась, и когда вы поняли, и, ну, почувствовали, что вам это нравится, перестал, грубо говоря. Я уверен, что вы это заметили, в какой-то, ну, в какой-то момент, вот. Очень важно на это обратить внимание, потому что, когда вы говорите, что мы вот, значит, зашли в тупик и так далее, это общие слова, вот, общими словами вы далеко не уедете. Поэтому, чем конкретнее вы формируете свою позицию, тем, ну, легче, лучше вам будет добиться своих целей, вот, но пока вы, вот, пытаетесь быть хорошим, вот, ну, вот, потому что, как-то себе не доверяете, да, вот. Себя как-то обесцениваете и так далее, вот, вы будете, значит, искать какие-то идеальные варианты, которых, к сожалению, нет, и быть не может, вот, вот, ага, такой аспект. Что касается того, как вам вести себя на работе, значит, с девушкой, то я бы сказал так, что после того, как вы принимаете решение расстаться, вот, ваши отношения перестают быть личными и становятся обратно теми, какими они были. Да, для девушки это будет испытанием, для девушки это будет тяжело, это правда, вот, но другого выхода нет. Для того, чтобы, ну, как-то вот, знаете, спокойно расстаться, да, нужна чёткость позиции. Нужна чёткость позиции, нужна последовательность позиции, понимаете, вот, и уверенность нужна. Если этого всего нет, то я бы сказал, что человек, в любом случае, будет рассматривать, значит, ну, вот, вот, вашу модель поведения, да, как шанс для себя. Поэтому, чем увереннее вы себя ведёте, тем больше шансов у вас расстаться спокойно. Но на это нужно время, и нужно, конечно, вот, ну, знаете как, в хорошем смысле не обращать внимания на то, что говорит девушка. Вот. Конечно, я не имею в виду, что вы полностью забили на неё, но... Случит больше себя. Вот. Себя, а не её. А то ведь сейчас получается такая история, что вы просто, ну, вот, хотите её одобрения. Понимаете? Понимаете? И это, в общем-то, большая трудность. На мой взгляд. Вот. Такой ответ. Я думаю, можно вам дать. Вы сказали ещё о том, что у вас вот есть такое чувство, значит, да, что вы теряете себя. Я хотел, я хотел спросить, а как вы это понимаете? Буквально, как вы понимаете, что вы теряете себя? Вот. Как вы понимаете, что это происходит? Вот. Это очень важный момент. Дальше. Вот вы пишите, что последние полгода понял, что девушка не моя, да? Как вы это поняли? Вот. Вы это поняли по тому, что вам что-то не нравится в ней. Что именно? Она пытается меня удержать. Опять же, когда вы говорите, например, о том, что она пытается вас удержать, вы больше говорите про неё, но не про себя. Попробуйте эту же фразу сказать как бы о себе. Вот. Я думаю, что неким таким вектором могло бы являться то, что при взаимодействии с девушкой вы чувствуете, что вам нужно делать то, чего вы не хотите, что сделать что-то через силу. Вы пишите, у неё был тяжёлый период в подростковом возрасте, но это её проблемы, и эти проблемы ей нужно решать самой. Она с родителями ругалась, и её слов они её не любили, любили влачивать с другими. Да, это может быть проблема, но эту проблему она решает сама. По сей день она толком с родителями не общается, сняла квартиру и живёт отдельно. С детства у меня сложилось впечатление, что девушка воспринимает тот факт, что она живёт отдельно, как что-то неправильное. Когда я пытался завести разговор про наши отношения и говорю, что мы зашли в тупик, она начала говорить, мама меня не любит, у меня сильные головные боли. Ну, понятно, что это избегание, но ключевой момент в другом. Вы говорите, пытался завести разговор про наши отношения. Нет никаких ваших отношений. Есть то, что чувствуете вы. И вам об этом нужно сказать. Вы не ответственны за то, что чувствует другой человек. Об этом я говорил ранее. Эта ответственность возникает в силу того, что вы подавляете естественную злость. Сегодня я окончательно понял, что устал от отношений, я с богом не поговорил, на что получил ряд фраз. Я не буду фразы перечитывать, да. Тем более, что вы тут немножечко, мне кажется, в перемешку их написали. Я скажу другое. Вот не кажется ли вам странным то, что вы с девочкой типа расстаетесь, да. Ну, что означает, что у вас нет к ней чувств, да. но при этом вы приводите ее фразы. Как будто бы вам не все равно, а что она скажет. и это очень интересный момент. В следствии чего вам не все равно на того, с кем вы хотите расстаться. Вот. Вы пишете, что вы боитесь обидеть девушку и вообще женщин, как это у вас происходит. то есть, такое ощущение, что вы считаете себя плохим по отношению к женщинам. И здесь вы ну, вы даете такую тенденцию, опять же, что, вероятно, с женщиной вы не чувствуете себя свободным. Вот. Вы пишите, что вам тяжело. В чем именно? В чем вам тяжело? Вот. Вот. Как-то так. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. И обращайтесь.